На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ленинский городской округ с рабочей поездкой посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Теперь большинство гуманитарных грузов, отправляющихся с территории округа в зону проведения специальной военной операции, будут иметь конкретного получателя. Это 42-я дивизия, которая дислоцируется непосредственно уже на территории боевых соприкосновений. В Лопатинской школе прошел фестиваль добровольцев «Время действовать вместе». И тогда мы вместе, ты и я. И тогда мы как одна семья. Депутат Московской областной думы Владимир Жук посетил Ленинский городской округ. Во время своего визита парламентарий поздравил с профессиональным праздником работников дошкольного образования и принял участие в акции «Наш лес, посади свое дерево». Тему продолжит Наталья Буслаева. Свою рабочую поездку в Ленинский городской округ депутат Московской областной думы Владимир Жук начал с посещения детского сада номер 22 в поселке Дрожжино. Новое дошкольное учреждение распахнуло свои двери для воспитанников 1 сентября этого года. Группа в данном детском саду у нас 13. Из них имеется одна локопедическая группа подготовительного возраста. И, соответственно, имеются кружки дополнительного образования. На встрече обсуждались вопросы поддержки работников социальных сфер, открытия новых детских садов, школ и других важных объектов, реализации государственных и региональных программ. Начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталья Киселева рассказала об изменениях структуры учебных заведений муниципалитета. Провели реорганизацию и сейчас у нас 17 образовательных комплексов. В каждом из них есть дошкольное отделение. И у нас сохранились детские сады как самостоятельные юрлицы. У нас их четыре. В завершении встречи Владимир Жук поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником. Поблагодарил за добросовестный труд и преданность своему делу. В торжественной обстановке депутат вручил награды и памятные подарки. Дошкольное воспитание – это как бы первая ступень. То есть закладывается фундамент того, что будет дальше. Поэтому как наши дети будут развиваться, в первую очередь зависит как раз от дошкольных воспитателей, от тех, кто занимается с маленькими детками. Поэтому в этот праздник хочется им пожелать, конечно же, мудрости, терпения, крепкого здоровья. Ленинское отделение «Единая Россия» активно принимает участие в акции «Наш лес, посади свое дерево». Депутат Московской областной думы Владимир Жук вместе с председателем Совета депутатов Станиславом Радченко, а также с другими партийцами присоединились к экологическому мероприятию. Я рад, что с каждым годом все больше и больше становится зелени на нашей территории. Это приятно. Здесь приятно и находиться, и гулять. Поэтому я хочу пожелать, чтобы каждый сегодня живущий в нашем городском округе всегда принимал в таких акциях участие. В сквере на улице Завидное было высажено более 50 кустарников и деревьев в рамках партийного проекта «Чистая страна». Начальник территориального отдела «Видное» 6-й микрорайон Татьяна Лисицына отметила, что места для посадок всегда определяются с учетом пожеланий жителей. У нас раньше была здесь елка, но, к сожалению, она у нас не прижилась по каким-то причинам. И все-таки, так как это центральная у нас площадка для празднования Нового года, для проведения каких-то мероприятий в микрорайоне Завидное, поэтому вот эта площадка тоже не случайно выбрана. Ежегодная областная экологическая акция продлится в Ленинском городском округе до 30 сентября. В рамках мероприятия на территории муниципалитета будет высажено свыше 3000 деревьев и кустарников. В завершении своего визита парламентарий также оценил качество работ комплексного благоустройства дворовых территорий города «Видное». Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, «Видное ТВ». В социальных сетях набирает популярность ролик, в котором бойцы 42-й мотострелковой дивизии, участвующие в спецоперации на Украине, обращаются к депутатам Ленинского городского округа за помощью. Призыв защитников Родины был услышан. Теперь большинство гуманитарных грузов, отправляющихся с территории округа, будут иметь конкретного получателя. Масло подсолнечное, гречка, сад и средства личной гигиены. Ну и, соответственно, продукты, естественно, долгого хранения. Естественно, конечно. Для того, чтобы можно было их отправить, соответственно, необходимые продукты долгого хранения. Депутат Совета депутатов и предприниматель Владислав Рымша показывает своим коллегам по депутатскому корпусу склад. Это одна из точек, где будет аккумулироваться гуманитарный груз перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Сейчас мы совместно с главой городского округа Алексеем Петровичем Спасским решили, скажем так, конкретизировать уже гуманитарные грузы, оказывать уже адресную помощь, взять, что называется, шефство. Это 42-я дивизия, которая дислоцируется непосредственно уже на территории боевых соприкосновений. На протяжении всех месяцев проведения спецопераций на Украине депутаты и неравнодушные граждане собирали и отправляли в зону боевых действий тонны гуманитарных грузов. Поводом для корректировки этой деятельности в сторону адресной помощи стало обращение бойцов с передовой. 42-я мотострелковая дивизия 24 февраля выполняет задачи на специальной военной операции. Очень надеемся на тесные дружеские отношения и искреннюю помощь от депутатов Ленинского городского округа. Призыв был услышан и первую партию загрузили из приемной «Единой России» на школьной улице. В погрузке лично принимали участие депутаты Совета депутатов округа. И не только потому, что послание бойцов было адресовано им, ведь народные избранники представляют всех жителей округа. Самое главное, что у жителей есть желание, у наших граждан, участвовать и не быть безразличным. Вот это ценно, вот это и важно. Также у нас есть компания фирмы «Арсений», которая активно с нами сотрудничает, именно с депутатским корпусом, для того, чтобы помогать через нас, жителям Донбасса и тем, кто нуждается. Теперь на территории Ленинского городского округа планируется организовать 9 складов, где будет собираться вся гуманитарная помощь. Их адреса опубликуют в социальных сетях и на сайте администрации округа, равно как и списки того, что необходимо бойцам. Депутаты Ленинского городского округа привезли продукцию, которая будет перегружена на палеты и складирована в этом складе до дальнейшего перемещения. Планируется, что первый груз будет отправлен уже в начале октября. Гуманитарный конвой возглавит Владимир Писаченко. Он уже несколько раз был с такой миссией в зоне проведения специальной военной операции. Владимир отмечает, что и про мирное население не забыли. То, что местные жители, то, что депутаты, то, что ветераны боевого братства будут собирать вот эту данную помощь, она будет оказываться не только военным нашим ребятам, но и тем людям, которые остались без крова. Не оставайтесь равнодушными, присоединяйтесь. Всем желаю мира и победа будет за нами. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Злоумышленники из Санкт-Петербурга решили поживиться за счет 53-летнего жителя Ленинского городского округа. Мужчины забрались в дом и попытались ограбить частное владение. Ситуация разворачивалась в деревне Спасское. Вооружившись ломом, двое ранее судимых бандита проникли в помещение. Однако попытка ограбления не уничалась успехом. В момент совершения преступления домой вернулся хозяин, который таким гостям удивился, но быстро предпринял решительные действия и самостоятельно задержал одного из воров. Второму удалось скрыться, но ненадолго. Полицейские поймали его недалеко от места происшествия. В данный момент за что задержан сотрудникам полиции? За кражу. Какую? За попытку. А что вы сделали? При каких обстоятельствах вы его задержали? При обстоятельствах находился на улице. Увидел его, ко мне подошел сотрудник полиции. А после чего вы находились? Где вы находились? Рядом с домом? Что вы совершили перед этим? Рядом с автомобилем находился. Я решил попытку преступления, кражи. При досмотре сотрудники полиции изъяли у одного из преступников краденые ювелирные украшения и денежные средства. Следственным управлением возбуждено уголовное дело, а воры взяты под стражу. Сегодня у нас в гостях Ольга Запольнова, заведующий диспансерным наркологическим отделением психиатрической больницы номер 24. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Насколько я знаю, для врачей вашей специализации сентябрь какой-то особенный месяц. Расскажите об этом. Да, ежегодно на территории Московской области и в Ленинском городском округе в том числе проходит сентябрьский антинаркотический месячник. В это время мы акцентируем нашу работу именно на профилактике наркологических заболеваний и в частности профилактике наркомании. Проводятся консультации, горячие линии, какие-то мероприятия антинаркотические в рамках наркологического диспансера и на территории Ленинского городского округа. На ваш взгляд, насколько эффективна эта работа? Я понимаю, спрашивать у вас, человека, который ведет эту работу, насколько она эффективна, немножко неправильно, но все же такой вопрос я хотел бы задать. Каждый сентябрь мы стараемся привлечь как можно больше внимания к нашей работе и к проблеме наркомании среди населения Ленинского района. Почему? Потому что, несмотря на то, что мы проводим работу постоянно, регулярно, интенсивно, появляются какие-то новые вопросы у людей, появляются новые пациенты, появляются новые проблемы. И я считаю, что регулярно нужно освещать нашу работу и напоминать гражданам, куда можно обратиться в случае развития наркологического заболевания, куда можно обратиться при подозрении на наркологическое заболевание и что же делать с этим. А насколько актуальна эта проблема именно для Ленинского городского округа, если, допустим, сравнивать хотя бы с ближайшими муниципалитетами или вообще в ситуации по Московской области в целом? Мы не находимся в печальных лидерах по распространению наркомании среди муниципалитетов Московской области и Российской Федерации, но проблема наркомании, как никогда, последние годы очень актуальна для Ленинского городского округа. Это связано с близостью к городу Москве. Мы находимся территориально на пути движения наркотических веществ в столицу, тесно связаны с автомагистралями, с трафиком наркотических веществ. Это во-первых. А во-вторых, в последние годы население Ленинского городского округа значительно увеличивается, и часть пациентов наркологических из города Москвы переезжает к нам в Ленинский городской округ, покупает недвижимость, живет и работает на наших предприятиях. И наркологические больные из города Москвы повышают статистику Ленинского городского округа. Правильно я понимаю, что люди, которые хотят обратиться к вам, или они поняли всю пагубность подобных, скажем так, увлечений, им можно не опасаться, например, уголовного преследования или какого-то преследования Министерства внутренних дел? Во-первых, все случаи обращения за наркологической помощью являются врачебной тайной. Мы разглашаем врачебную тайну только в строго определенных случаях. Это запросы суда, прокуратуры или в ходе проведения следственных каких-то мероприятий. На запросы других подразделений УВД Ленинского городского округа и тем более на запросы работодателей мы не отвечаем и тайну обращения пациента за наркологической помощью мы не разглашаем. Факт обращения за наркологической помощью – это ни в коем случае никакое не уголовное деяние, ни административное правонарушение. Это потребность человека, и любой гражданин может обратиться за помощью. Давайте для тех, кто опасается за судьбу своих близких или, может быть, сомневается в том, что они пристрастились к тому или иному виду наркотиков, может быть, в заключении нашей беседы, перечислим, какие существуют признаки того, что человек, возможно, страдает наркоманией. Первые признаки замечают близкие люди. Это изменение отношений, изменение поведения, интересов человека. В подростковом возрасте, в юном возрасте эти изменения более выражены, более гротескны. Взрослые пациенты длительное время стараются, иногда им это удается, скрывать свою наркотизацию. Но тогда, когда появляются частые перемены настроения, необоснованные, раздражительность, нарушение сна, изменение аппетита, а уж тем более какие-то физические признаки употребления наркомании, инъекции, изменение цвета кожи, хронические заболевания, которые мы всегда связываем с наркоманией, здесь уже диагноз может поставить и не специалист, но за помощью обращаться все равно нужно в специализированное наркологическое учреждение. Ну, я надеюсь, что среди наших зрителей или как минимум очень мало подобных людей, либо нет совсем, но тем не менее, наверное, всем стоит быть на чеку, я так думаю. Однозначно. Наркомания – это тяжелое заболевание, хроническое, рецидивирующее, и, к сожалению, оно затрагивает не только социально неблагополучные слои населения, но часто и цепляет достаточно успешных людей. Что ж, хорошо, спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что у нас в гостях была Ольга Запольнова, заведующей диспансерным наркологическим отделением психиатрической больницы номер 24. К другим новостям. Завтра, 29 сентября, во многих странах отметят Всемирный день сердца. Эта дата – возможность в очередной раз напомнить людям о том, насколько важную работу выполняет этот орган и как легко ее нарушить неправильным образом жизни и невниманием к своему здоровью. Тему продолжит Екатерина Борисова. Сердечно-сосудистые заболевания считаются самыми распространенными в мире. Их даже называют эпидемией 21 века. Банальная гипертония, как уверяют врачи, часто в дальнейшем может привести к развитию других, более грозных недугов. Пациенты с нарушением ритма сердца, с тяжелой хронической сердечной недостаточностью. Также у нас бывают пациенты и с инфарктом миокарда, с тромбоэмболией, легочной артерией. То есть весь спектр заболеваний, которые существуют в мире, они проходят через нас. Видновчанин Александр Леньков в 2007 году попал в кардиологическое отделение ВРКБ с инфарктом. Мужчине на тот момент было всего 47. Медики буквально вернули его к жизни. С тех пор он регулярно проходит плановое обследование и лечение в районной клинической больнице. Эти люди мне просто не дали, как сказать-то, душевно упасть. Что можно и с такими травмами жить. Я, конечно, стал к себе совсем по-другому. Со стороны взглянул на себя и стал по-другому относиться к себе. И поддерживать, как говорится, свое здоровье. За 21 год работы ВРКБ заведующий кардиологическим отделением Дмитрий Орловский вместе со своей командой поставил на ноги множество пациентов. 24 числа в 5 часов утра я почувствовала себя плохо. Измерила давление, пульс и поняла, что мне нужно обязательно попасть сюда, в эту кардиологию. Потому что я уже знала врачей, я им доверяла. Кардиологическое отделение ВРКБ – одно из самых больших Московской области. Оно рассчитано на 65 коек, из них 6 в палате интенсивной терапии. Здесь есть все необходимое оборудование. В случае, если у пациента возникает редкий пульс, 40-30 ударов в минуту, только вот этот вот маленький аппаратик и проводок, который мы подводим непосредственно, заводим в сердце, он помогает нормализовать частоту сердца, позволяет человеку дожить до имплантации постоянного кардиостепулятора. 29 сентября во многих странах отметят Всемирный день сердца. Это дата – возможность в который раз напомнить людям о том, насколько важную работу выполняет этот орган, и как легко ее нарушить неправильным образом жизни и невниманием к своему здоровью. Должны насторожить одышка, чувство нехватки воздуха у человека, который до этого прекрасно переносил физические нагрузки. Это приступы сжимающих болей за грудиной, которые могут возникать как при нагрузках физических, так и иногда в покое даже. Сердце любит здоровый образ жизни, умеренные физические нагрузки и положительные эмоции. Врачи рекомендуют совершать пешие прогулки не менее 30 минут в день, регулярно проходить диспансеризацию и при любых настораживающих симптомах обращаться к медикам. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Учащиеся школ Ленинского городского округа, занимающиеся волонтерской деятельностью, объединились в творческие команды и съехались в Лопатинскую школу для участия в фестивале добровольцев «Время действовать вместе». Подробнее о мероприятии расскажет Дмитрий Книга. В Лопатинской школе состоялся фестиваль добровольцев Московской области «Время действовать вместе». Педагог-организатор образовательного учреждения Людмила Шуст со своими подопечными выиграла грант. На всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». В рамках этого проекта у нас прошел уже круглый стол в августе месяце с кураторами добровольческих отрядов. А сегодня мы уже все добровольческие отряды Московской области, именно Ленинского городского округа пригласили к себе, чтобы себя показать и на них посмотреть. В каждой из своих школ ученики создали команды волонтеров. Ребята занимают активную жизненную позицию, участвуют в окружных мероприятиях, сами придумывают и проводят общественно значимые акции. В первую очередь это интересно, вот реально. Постоянно знакомишься с новыми людьми и сам развиваешься, в принципе. Открываешь новые вещи для себя. Вообще волонтерство – это прекрасное направление. Помогать людям – это чудо. Делать их счастливыми, заставлять их улыбаться, потому что все люди заслуживают крепкое плечо рядом и улыбки на лице навсегда. Во время фестиваля все участники подготовили презентацию своей команды в виде музыкального номера. И тогда мы вместе ты и я, и тогда мы как одна семья. Цель фестиваля «Время действовать вместе» – объединить активную молодежь. Благодаря тому, что все ребята-добровольцы собрались под одной крышей, у них появилась возможность обсудить совместный волонтерский проект, который они могли бы реализовать в будущем в масштабах муниципалитета. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.